Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала! С вами Виктория Диденко и ее цветы! Итак, я пакую посылочки, ну и думаю, почему бы не показать, заодно не поснимать, чтобы люди видели, как я пакую, и в то же время, может быть, кто-то поучится, для себя что-то полезное найдет в моей упаковке. Ну и, в принципе, я хотела бы, чтобы кто-то вот так вот мне отправлял посылку и паковал так, как я пакую, потому что я знаю, что растение доедет в целости и сохранности. Не буду долго болтать, быстренько сейчас вам все расскажу. Итак, мои незаменимые помощники, без них я никуда, инструменты. Это канцелярский нож, широкий использую, узкий раньше использовала, перешла на широкий, широкий самое то, потому что после того, как я попользовалась широкий, мне уже узкий не хотелось использовать. Степлер нужен, очень хорошая тоже вещь. Мой незаменимый помощник, если степлер как-то можно, или канцелярским ножом как-то обойтись, без скотча, ну никуда. Так, тоже мои помощники. Это кухонные палочки, в магазине все по 5, значит, там, я не знаю, по 5, по-моему, сейчас уже вообще ничего не продается, но, короче говоря, значит, цена где-то в районе 12 гривен. В некоторых местах по 15 видела, ну, где как, там есть разного размера, вот я использую вот такие, тут сантиметров, наверное, будет около 30. Туалетная бумага, это просто незаменимый помощник. Я беру недорогую, дешевая, мягкая, то, что надо. Так, ну, когда какие-то у нас компании с выборами связаны, тогда, конечно, я много набираю разных политических газет. По всей Украине их отправляю. Сейчас у нас вот рекламки, рекламные всякие вот такие вот журнальчики, газетки, то, что надо, тоже собираю. Короче говоря, что делать? Приходится собирать, потому что газета, упаковка в газету, ну, у меня сейчас газеты просто нету, это самый лучший вариант. Но, во всяком случае, эта бумага тоже такая натуральная, не такая, не глянцевая, простая, то, что надо. Итак, что нужно нам для упакования растений? Видите, сейчас у нас зима, сегодня уже, сейчас скажу, какое, 16, по-моему, 16 января. Значит, ну, очень теплая погода плюсовая, поэтому я отправляю растения. Значит, гибискусы мои, как видите, на балконе проснулись, и уже, вон, видите, как надулись уже почки, уже зеленые листочки появляются. На некоторых у меня вообще уже, видите, вон какой уже листик. Ну, дело в том, что стараюсь все равно не совсем прямо с зелеными листьями, потому что лучше растение приедет, когда вот оно такое. Значит, самый главный момент. Люди считают, что если отправляешь растение, то нужно его хорошо залить. Никогда, не нужно. Не летом, не зимой тем более, потому что, ну, влажный будет грунт, попадет мороз где-то прихватит, даже 0 градусов, и все, и капут. Ну, это, допустим, уличные, садовые растения, а если комнатные, поэтому никогда не поливаю. И стараюсь, чтобы более-менее был просушенный грунт. Ну, опять же, смотря тоже, все зависит от погоды, от расстояния, от всего, от многих других факторов. Но, во всяком случае, ничего я специально не поливаю. Тем более, новая почта работает все быстро, у нас приходит там за сутки, за двое, и растение уже будет у хозяина. Итак, много болтаю, потому что потом в комментариях пишут, что вы много бла-бла-бла, а толку нет. Поэтому все, работаю. Сейчас, чтобы вы видели, что я делаю. Работаю, и сейчас буду, как Юли и Цезарь, пытаться делать сразу несколько вещей, еще к тому же говорить. У меня, правда, это получается всегда не очень хорошо, но буду пытаться. Итак, вы видите, что я обязательно, земляной ком, он должен быть обязательно покрыт. Во-первых, туалетная бумага, она делает нам несколько полезных вещей. Во-первых, у нас земляной ком будет закрыт. Во-вторых, она лишнюю влагу будет впитывать в себя, тоже хорошо. Скотч, вот я вам показала, он лежал у меня на столе. Обычно я его вот так вот вешаю на краю стола. Он у меня так и висит, очень удобно, не надо его вза-вперед открывать-закрывать. И нарезаю полосочки. Ну, я уже себя знаю, какого они размера должны быть. Вот раз с одной стороны, два с другой стороны. И они экономные, поэтому, не жмотка, поэтому вот так вот хорошенько запаковали. Так, и так вторую. Вот у меня как раз посылка из двух черенков человек купил. Ну, вот так вот они и поедут. Тут в упаковке главное все сделать так, как будто делаешь для себя. Тогда оно доедет хорошо. Ну, бывают, конечно, в корс-мажорной ситуации, это если, например, на коробку кто-то встанет. Ну, это уже извините. Значит, все, смотрите, вот мы упаковали. Видите? Вот, все. Ничего не просыпается, ни грамма земли. То есть, вниз голову, вниз, ага, вот еще момент. Значит, ничего не просыпалось. Но если так будет растение в коробке, оно вот туда вот, если его вот так вот перевернуть в коробку, то оно может поломаться. Поэтому у нас есть палочки, про которые я вам говорила, ограничители. Ну, я уже коробку заранее подготовила для них. То есть, у меня такая аккуратненькая коробка. Сейчас, чтобы вам все видно было. Вот, видите, я смотрю вот палочку по размеру. Видите, чуть-чуть она у меня будет выпирать. А череночек у меня вот такой вот. То есть, я кусочек отламываю. Вот. И оно как раз будет хорошо. Так, чтобы вам все видно было. Значит, когда комнатное растение, я стараюсь по две палочки всовывать с двух сторон. Это растение садовое. Тут как бы листвы как таковой нету. То одной палочки достаточно будет. Ну, я вам покажу, как я это делаю. Просто, чтобы вы знали. Вот, вот так, видите? Получается, что растение сели в коробку перевернут. Вот, все. То есть, это уже эти палочки как ограничители. Уже ничего не сломается. Ни верхушка, ничего не сломается. Пусть себе переворачивают коробку как хотят. Вот и все. Понимаете? Поэтому бывают люди, которые никогда не заказывали растения. Почтой переживают. Там спрашивают. А как? А что? Как вы-то вот там боюсь. Да не бойтесь. Если вы меня заказываете, все будет прекрасно. Ой. Ну, прям нахвасталась. Так, значит, смотрите дальше. Коробка. Вот самое для меня сложное, это подобрать коробку. Коробку сильно большую не хочется, чтобы она не ерзала. Коробку сильно маленькую тоже, чтобы она совсем бывает, ну, впритык аж сдавливаются. Ну, вот это самый сложный момент, потому что коробку иногда очень сложно найти. Я реально как бомжиха хожу там по магазинам иногда, там по базарам, выискиваю эти коробки. Ну, что делать? Потому что если человеку заказывать, например, на новой почте еще и коробку дополнительно платить, это будет тоже стоит очень, как бы, накладно. Значит, теперь, ну, газета, конечно, самый лучший вариант. Ну, я вот такие вот буду использовать, такие журнальчики рекламные. Значит, что мы делаем? Тут журнальчик очень хороший. Посмотрите, тут я посчитала, 12 листов. Получается, что растению будет очень тепло, учитывая, что сирийский гибискус, это чуть-чуть ниже, гибискус и сирийский, это уличные растения, то вообще ничего не будет. То есть они у меня на балконе стоят, и ничего. Так, значит, закручиваем. Скотч у нас, как всегда, под руками. Заматываем. Скотч вешаем, отрываем. Заматываем, очень удобно, видите? И вот показываю, для чего мне нужен был степлер. Вот если бы была бы газета, мне было бы удобнее. Почему? Потому что газета, она более длинная, и мне не приходится экономить. Вот это бумажное пространство. Так, ну так тоже хорошо. Значит, очень плотное, очень плотное. Но я не хочу уже искать что-то более тонкое, потому что все-таки я буду уверена, что все нормально там. Вот смотрите, не с головой. Все. То есть, ну, прекрасно. Так, пока откладываем. Давайте второе растение сейчас запакуем. Что еще могу сказать по поводу упаковки? Когда вы отправляете растение, никогда не рассказывайте, что вы отправляете растение. Некоторые пишут, осторожно, вверх-вниз. Ребят, поверьте мне, я отправляю посылки каждый день. Значит, никто не придерживается, работники новой почты не придерживаются ваших надписей, где вверх, где вниз. Растение переворачивается, швыряется, кидается, поэтому никто там это все не читает. Так что, можете даже не утромить, не, ну, можете написать для своего успокоения, но все равно вы должны знать, что нужно хорошо упаковать, потому что надписи не сильно помогут. Поверьте мне. То есть, вы должны для себя, для своей совести, как бы знать, что вы все сделали очень качественно. Так. Ну, так как у нас зима, зимний период, то, конечно, нам просто необходима утеплялочка. Утеплялочка 3 мм, можно, конечно, и больше, но это будет совсем уже очень дорого для... Ну, в моем случае, я сама за свои деньги покупаю эту утеплялку. А уходит она очень быстро. Это просто вот достаточно маленькая посылка, а если много растений, то утеплялки уходят больше. Смотрите, я ее в два слоя соединила, это уже, считайте, 6 мм толщина. Значит, вот вставляем мы одно наше растение, второе растение. Посмотрите, как они хорошо. Коробка идеально подобралась, и получилось, что оно прямо впритык село. У меня есть коробка, которая чуть-чуть пошире, но я не хочу ее вставлять. Я хочу, чтобы вообще ничего не ездила, и у меня ничего не ездит. Вот, видите? Вот и все. Оно вообще до такой степени все впритык, что оно просто, ну, некуда ему ездить. Ну, это, конечно, идеальный вариант. Если у вас коробка побольше, я вам сейчас покажу, давайте сейчас, минуточку. Смотрите, вот у меня есть коробка побольше, тоже АБК, конфеты. Так, видите, она чуть-чуть глубже. Что мы делаем? Сейчас я вытаскиваю с этой коробки наше растение, уже вам сразу все покажу, чтобы вы все, как бы, были в курсе. Ну, нашу утеплялку, естественно, мы кладем. Я стараюсь сделать так чуть-чуть, потому что сверху тут будет еще слои, как бы, чтобы снизу тепленькое им было. Так, значит, пожалуйста. Так, но дело в том, что если я буду отсылать эти растения, меньше 50 гривен не будет, а будет, возможно, где-то 55. Что ту коробку я отошлю, что эту? То есть у новой почты тут и не за вес, а больше как за объем, но все равно, если я отправляю семена, там буквально 5 грамм, и все равно за посылку надо платить 40 гривен. Посмотрите, тоже идеально легло. Если вы видите, что расстояние, как бы, ну, есть место, что вы делаете? Сейчас, сейчас. На помощь нам приходит бумага. Значит, мы скамкиваем. Так. И вот так вот. Ну, это, смотрите, когда очень много расстояния. У меня это полотно, это полотно продается в отделах, вот там, где для ламината. Это вообще полотно идет, оно, как я понимаю, как подсилка для ламината. Ну, вроде бы, вроде бы как. И вот всевозможные там есть. Есть более дорогие, но я беру не очень дорогое. Как бы это вот. Вы можете еще напихать сюда и вот газеты. То есть тоже хороший вариант. Вы знаете, я, наверное, засуну все-таки в эту коробку. Почему? Потому что там сильно было впритык, а тут все-таки тоже, чтобы воздух был теплый и все такое. Она все равно ездить не будет. Все осталось упаковать. Ну, для упаковки можно позвать помощника. Ну, посылочка у нас тут не очень. Небольшая коробка, поэтому... Ну, все, упакую вам как обычно. Значит, сколько я не буду. На всякий случай упакую. Так, несколько раз, вокруг я обернула скотчем. Это в одну сторону и в другую сторону. Ну, в общем, вот такая вот, не буду журдеть, вот такая вот у нас посылочка получилась. Ну, все, там идем, оформляем, отправляем. В общем, надеюсь, мое видео было кому-то полезным. Если у вас есть какие-то более интересные методы, пожалуйста, можете писать в комментариях. Я обязательно всегда люблю смотреть чужие посылки, кто как пакует, потому что я все время растения какие-то себе покупаю. Ну, и что-то беру себе на заметку. В бутылках я категорически не отправляю растения. Ну, вот так вот, бутылку делаю типа тепличкой. У меня был как бы неудачный опыт, когда растения прислали мне, и оно было сгнившее. Поэтому я как бы не использую бутылки. Ну, в общем, все. На этом буду заканчивать. Всем пока. Желаю всем красоты и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok